Приветствую вас! Вы начинаете свое письмо с той фразы, что ваша история длинная, но не совсем понятно, в чем именно ее длина. То есть, если вы говорите о своей жизни, о первом браке, о первом музе, то это одно, хотя этого вы ничего не раскрываете. То есть, если вы говорите о своем ребенке, о первом браке, который сейчас стал неуправляем, это другое. И здесь, на мой взгляд, существует несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, во-первых, вы пишете, что вы устали, устали от всего. Вот это вот, то, что вы устали от всего, сразу как-то наводит на мысль о том, что вы, ну, долгое время работаете на износ. То есть, что называется, не думайте о себе, мало думайте о себе, не жалейте себя, не отдыхайте, не релаксируйте. И дело здесь не в ребенке, на самом деле. Дело здесь в вас, в первую очередь. Как вы, являясь матерью двух детей и женой, а также хранительницей очага, допустили то, что вы так устаете? Как вы могли допустить такую ситуацию, что вы чувствуете измутанность и чувствуете, что вы устали? Дело в том, что дети, я имею ввиду ваши дети, как от первого брака ребенка, так и от второго брака ребенка, здесь это не важно. Нуждаются в вас, и нуждаются они в вас постоянно. То, что вы устали, это причина этого не в детях, а в вас. Это нужно понимать. И то, что вы устали, еще раз повторю, это неправильная, неверная организация вашей деятельности. И необходимо, чтобы вы отдыхали, необходимо, чтобы вы были и женщиной, и личностью, и ребенком своих родителей, и так далее, и так далее, и так далее. Нельзя, чтобы вы были только, например, матерью своих детей. Нельзя, чтобы вы были, например, только в одной роли какой-то. Нельзя, чтобы вы были в одной роли. Это первое. Соответственно, мы рассматриваем здесь проблематику того, почему вы выполняете только одну роль из своих множеств. Правильно? Это первое. Второе. Вы пишете, что, значит, отец ребенка от первого брака у сына в глазах не видел. Складывается ощущение здесь, что у вас по-прежнему есть некая обида на мужа, на первого мужа. Если так, то почему? Откуда обида на первого мужа? Почему обида на первого мужа? Ну, вы же уже вроде бы с ним давно не живете. Вы уже вроде бы с ним давно не в отношениях. Откуда обид? Почему обид? Что не общается с ребенком? Нужно понять причину, по которой он не общается с ребенком. В общем, обиды на вашего мужа, если они есть, нужно в обязательном порядке прорабатывать. Потому что, определенно, эти обиды, они вам мешают. Они не дают вам спокойности. Далее, ребенок ваш от первого брака ведет себя ужасно, постоянно скандалит, постоянно что-то решает делать. И здесь сразу же напрашивается к вам такой вопрос. А было ли так всегда? Или началось спустя какое-то время? Как относится ваш ребенок к своему отчиму? Как относится ваш ребенок к другому ребенку? И так далее. Это очень важные моменты, которых вы, к сожалению, не раскрываете почему-то. Далее. Ваш ребенок с 11 лет, подросток. У него сейчас, играя в гормонах, у него сейчас сидит активное половое созревание. Он сейчас, по сути дела, представляет из себя человека, который готов к росту. И именно потому, что он подросток, и именно потому, что он готов к росту. А ребенок активно противопоставляет себя окружающему миру. И это совершенно нормально. Его не нужно подчинять. Его не нужно пытаться обуздать. Это все очень плохо закончится для ребенка и подавления. Нужно, во-первых, с ним договариваться. Давать ему понять, что он взрослый. И что он несет ответственность за свои действия, за свои поступки, за свои какие-то действия и так далее. Вот это нужно дать ребенку хорошо понять. Чем лучше вы дадите ему это понять, тем лучше будет для него же. Итак, вам не нужно с ребенком ссориться. Вам не нужно с ребенком как-то вот конфликтовать. Спокойно постарайтесь донести до него, что если он чего-то для себя хочет, то ему необходимо будет сделать определенное что-то для вас. И по сути дела. Как он с ним развивает отношения. Потому что, понимаете, мужчина, кое-какой им является ваш отчим, всегда найдет более тонкий подход к ребенку, мальчику, нежели вы. И это тоже нужно хорошо понимать. Вы как мать сейчас представляетесь для своего ребенка довольно слабым звеном. Поэтому мы еще не знаем многих моментов, может быть, вы неправильное действие делали, когда речь шла, например, о другом ребенке. Может быть, отчим делал что-то не так, по мнению, опять же, вашего ребенка от первого брака. И за всем этим нужно разбираться. То есть, вам в этой ситуации нужно сохранять спокойствие. И чтобы наладить отношения с сыном, нужно, во-первых, понять, от чего же, собственно говоря, сын хочет. Это первый важный момент. Чего хочет ваш сын? Что его беспокоит? Ну, надо понять, что у ребенка, и ребенок, и вообще человек, любой человек, не будет кричать, не будет ругаться, не будет хамить и так далее, если у него все хорошо. Если он спокойный, если он гармоничен, если у него все прекрасно. Чем быстрее вы поймете для себя, тем будет лучше для вас. Еще важным моментом, очень важным моментом является то, что вы находитесь с отчимом. То есть, как у вас развиваются отношения с отчимом, ну, то есть, со вторым мужем как раз. Это тоже очень важным моментом, потому что ребенок ваш вполне может являться отражением тех проблем, которые у вас есть с вашим мужем вторым. И, соответственно, вы, соответственно, вы этого не осознаете, а ребенок чувствует. И из-за этого ведет себя подобным образом. Поэтому этот момент тоже необходимо вам проработать. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.